Так, Оля, почему когда есть настроенные изменения, делаешь действия для изменения, но вокруг все как будто настроено против тебя? Я в прямом понимании, как специально палки в колеса. Но вы помните о том, что реальность всегда реагирует с замедлением. То есть на данный момент, например, если я сегодня что-то там себя настраиваю, то завтра я получу не то, на что я себя сегодня настроила, а я получу еще отголоски прошлого, да, еще то, что со мной было. Помните, как в мясорубку, вы бросаете, например, куриное мясо, а перед этим вы крутили говядину, и вы когда мясорубку включаете, у вас не курица сразу идет, а говядина. Вот приблизительно такая же история. У меня это наболевшая тема, потому что напротив меня есть хороший мясной магазин, где можно сразу там накрутить фарш из свеженького, потому что я вижу, а не того, что там, знаете, накрутили. И вот вечно, когда я у него заказываю курицу, у меня пол пакета идет говядины, потому что вот он бросает курицу, а еще старая вот оходит. Вот приблизительно такой же пример в жизни, поэтому нужен немного более длительный процесс. Вы должны понимать, что старенькое это должно вычиститься, оно все равно вычищается. Плюс иногда есть какие-то программы, которые мы не видим. То есть они у нас работают на подсознательном уровне, и мы их не видим. Ну вот я вам, например, расскажу про себя, да. То есть я уже достаточно давно там работала, первый раз я где-то начала работать порядка 12 лет назад над своими внутренними программами и убеждениями, даже 13. В январе будет 13 лет. И мне показалось, после первого раза у меня очень хорошо пошли деньги, поменялась личная жизнь, мне показалось, что все, прорвало. То есть все, как бы мы эту историю закончили, теперь у меня всегда все будет хорошо. И когда я уже начала зарабатывать большие достаточно деньги в свадебном бизнесе, и потом у меня случился очередной там пролет, ну такой переход на новый жизненный этап, я буквально недавно, вот несколько, ну вот совсем недавно делала опять денежные практики по проработке денежных убеждений. Но мне казалось, что я уже все денежные убеждения проработала. И у меня всплыла такая программа, когда, что я, я вообще не накопитель, я не умею копить деньги. Ну то есть у меня никогда не было подушек безопасности, я умею зарабатывать деньги. Я думаю, ну там делала одну медитацию, и у меня всплыла такая программа, что моя мама в 90-каком-то году, у нее была сумма денег в 10 тысяч долларов, достаточно крупная, и она давала их под проценты своей знакомой, которая там в Киеве, на рынке, на Петровском рынке, это такой рынок Петровка, очень модный был, у нее был отдел шуб, она привозила шубы. И она брала у всех деньги под проценты, потому что была большая маржа, как я понимаю, на этих шубах, и она круто их продавала и зарабатывала. И моя мама дала ей 10 тысяч долларов, и каждый месяц получала приличную сумму только в процентах. И вот в какой-то момент, я уже не помню, что произошло, но у нее эта лавочка закрылась у тети, и 10 тысяч долларов она маме не смогла вернуть. И моя мама очень сильно заболела после этого, она очень сильно переживала. Для нее вообще этот момент много лет был, знаете, как концом жизни. То есть она рассказывала о своей успешной жизни ровно до тех пор, пока вот не появилась эта тетя с этими деньгами. И она часто повторяла, что, блин, ну лучше бы мы эти деньги потратили, купили бы квартиру новую, то есть вот лучше бы мы их потратили, потому что вот так они вообще ушли в никуда. И у меня сложилась очень четкая программа, что сколько бы денег не было, лучше их тратить сегодня, получать от них удовольствие, потому что в случае, если ты их отложишь в сторону или решишь, чтобы они как-то работали, они все могут исчезнуть. И вы знаете, для меня это было глубочайшим инсайтом, потому что, ну это действительно такая программа очень-очень жесткая. И вторая программа, которая у меня была долго, которую я тоже не отлавливала, я даже обучала этому на тренингах, я всегда как бы тоже с детства было заложено, что деньги можно заработать, можно, не понятно как, но можно, большие, ну относительно, да, большие, большие, но только тяжелым трудом, деньги легко не даются. Для того, чтобы зарабатывать большие деньги, ты должен нормально херачить. Я научилась нормально херачить, я научилась нормально зарабатывать, но всегда деньги были для меня связаны со сверхусилиями, то есть сверхусилия. Сверхусилия – это круглосуточная работа, это отсутствие декрета, я не была ни в одном, ни во втором декрете от слова совсем, я везде была с детьми, я никогда не откладывала никакой свой проект, включая конференцию, у меня была конференция огромная, где я была организатором в России, а сама жила в Украине, и у Еви был ровно месяц, когда мы поехали на эту конференцию, ровно месяц я родила ребенка, я кормила ее, я вела три дня конференции, была очень стрессовая еще конференция, но я не дала себе слабинки как бы перенести что-то, потому что нет, вот ежегодная конференция, значит ежегодная. И вот этот момент, что это нормально, что хочешь быть успешной, успех достигается тяжело, тяжелым трудом, по-другому успешным не станешь, нас так очень многих программировали, это та программа, которая работала со мной до 2020 года. Поэтому здесь очень много моментов, нужно понимать, что работа, она, наверное, никогда не заканчивается, но, тем не менее, с каждым таким своим познанием себя, тебе становится легче, 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 ты начинаешь прорастать. Вот знаете, всегда очень большая сложность в том, когда тебе нужно, например, ну я не знаю, там, сварить борщ в сковородке, да, то есть когда не те условия, или когда тебе нужно вырастить там цветы, которым нужно тепло, а ты в холодном климате, и тебе нужно тоже сверху какие-то ситуации делать. Вот, собственно, точно так же и в бизнесе, ну в работе, в том, чем ты занимаешься, то есть когда тебе нужно сильно напрягаться, это очень сильно, конечно, ну плохо. Поэтому круто, когда ты можешь найти правильную среду, просто решить этот вопрос таком на корневом уровне, знаете, вот когда ты просто понимаешь, бляха, есть же кастрюля, и все, и у тебя все мучения по поводу борща, который ты варил в сковородке, уходят. Вот так во всем. Важно понять, найти, где загвоздка, и тогда все становится на место. Оказалось, что можно деньги зарабатывать с удовольствием, и легко, и нужно это изменить в своей голове. И когда я это проработала, ну просто кайф, просто кайф от вот этой серии, так можно было, да, так можно было.